Всем привет! Давно не виделись! Боже мой, прошло уже на самом деле 8 месяцев с тех пор, как я наконец-то собралась с силами, чтобы записать свое новое видео. И в сегодняшнем видео я вообще хочу вам рассказать о том, какие же есть вообще известные мне способы переезда в Японию. И я бы поделила их на три категории. Первая — это учеба, вторая — работа, и третья — это уже, не знаю, супружество, брак и все, что с этим связано. Почему я делю именно их на эти три категории? Потому что у нас в соответствии с этим получается три различных именно визовых категории. То есть если по первой — это у нас учебная, вторая — рабочая, статья, третья — во-божем, кому это рассказываю, все уже так все поняли. Итак, подробнее про учебную. По учебной у нас самым популярным, конечно, мне кажется, вообще так большинство приехало, мне кажется, процентов 90 вообще в Японию — это языковые школы. Я никогда не училась, мне тяжело что-либо рассказать про это, вот, но языковая школа — это обычно... Просто нашел себе где-то там в интернете очень много людей, которые отправляют в языковые, в Японии, нашел себе школу, заплатил денежку, приехал, отучился. Единственный момент — лучше брать себе долгосрочное обучение, то есть больше шести месяцев, потому что в таком случае хотя бы можно будет подрабатывать. Потому что если у вас краткосрочная виза, то по ней работать нельзя. Но я в своем первом визе рассказала, что я приехала в Японию на стажировку, я училась в университете Цикоба, и вообще я спрашивала у многих ребят, по-моему, и на Украине из института Шевченко, если я не ошибаюсь, у нас были ребята. Я училась в МГПУ, вот, и у нас с университетом Цикоба был заключен наговор, мы приезжали туда, у нас была стипендия от Джаса, это 80 тысяч йен в месяц. В общем, ну, мало, конечно, но можно подрабатывать, и, соответственно, нормально получалось. Плюс, как оно называется? Общежитие. В университете есть общежитие, оно, ну, как бы, выходило тоже не так дорого, поэтому, скрипив зубы, стиснув, можно было нормально прожить и спокойно тусить. Но также, пока я училась в университете, я узнала о том, что есть очень много различных программ у самих университетов, например, тоже Цикоба, есть различные, там, какие-то 3 плюс 1 уже именно для выпускников бакалавриата, есть J30, огромная вообще программа, там топовые университеты, которые набирают на даже просто англоязычные программы. И такое, как бы, золотая жила еще одна, это программы от Момбу Кагакушо, это Министерство образования Японии, и на эти программы постоянно, каждый год проходит отбор, их несколько основных. Первая, на которую, мне кажется, проще всего попасть, это Никкенцей. Не знаю, Япония, японский язык, как ее правильно перевести. Кстати, эта программа рассчитана для студентов именно вузов, где изучают японский язык. На год рассчитана программа, в стипенде, там, по-моему, около 120, вам плачевают перелет, и вы год именно изучаете язык в стране. Вы год изучаете язык в стране, и, в общем, потом возвращаетесь и заканчиваете учиться. Также есть еще одна программа, которая называется КАКУБУСЭЙ. На нее есть ограничение по возрасту, я точно не помню, сколько, по-моему, с 18 до 23, что ли, около... В общем, так как эта программа рассчитана на получение именно бакалавриата, то на нее, соответственно, и стоит ограничение по возрасту. То есть в России можно подавать после завершения 11 классов, но, соответственно, после 1, 2, 3 и последующих курсов. И по этой программе вы можете приехать в Японию, отучиться год в подготовительный, изучая просто японский, потом получить самообразование в бакалавриате. Если хотите, можете продолжить обучение в магистратуре. Стипендия при этом все всегда на протяжении всей учебы около 120 тысяч. По-моему, очень даже хорошо, когда можно учиться, еще при этом за это денежку получать. И наподобие такой же есть следующая программа. Это Кейн Кюсэй, стажер-исследователь. Вот эта программа уже как раз рассчитана на получение магистратуры и докторантура в Японии. Но по идее рассчитана на то, что вы приезжаете, проводите свое исследование. То есть на экзаменах вы должны доказать, почему именно вы должны поехать в Японию, и почему вам нужно провести свое исследование именно в Японии. Вас спонсируют, вы учитесь, получаете все. И, соответственно, радостно остаетесь, если хотите, находя себе работу. А если не хотите, вы уезжаете обратно в страну. А, это я так резюмировала, мне кажется, вообще все возможные варианты с обучением. Следующая, это как раз работа, о которой я говорила. Не знаю, если вы инженер и прекрасный специалист, то, конечно, можно попробовать искать работу прямо из дома. Просто по интернету, какой-нибудь гайджин-пот, там всегда много вакансий различных. Просто вбили, подали собеседование по скайпу, приехал, получил всю свою визу, все сделали, ну все готово. Но такие случаи есть, я не особо сильно общаюсь вообще с людьми, но русскими. Такие случаи есть, но их не так много, как хотелось бы, но есть. Также еще можно пробовать преподавать английский. Но с английским немножко посложнее, потому что в Японии, в отличие, не знаю, от Кореи, Китая, всегда говорят, чтобы был носитель. И, ну, если вы не стесняетесь того, чтобы, если вам не тяжело приврать и сказать, что да, я там носитель, и все хорошо, у меня прекрасный день языка, то вас возьмут. Вообще, потому что пофилу нужно общаться с детишками, и там как бы не до такой степени нужен английский. И еще один вариант. Я знаю, я сама пробовала его, я ходила на собеседование. Даже не собеседование, это такое, как мероприятие. Приезжают какие-то гостиничные сети. Я помню, была с Синью, и, по-моему, да, его тоже приезжало, я уже не помню. В общем, приезжают гостиничные сети с семинарами в Москву, Питер и большие города. Рассказывают про себя. Вы приходите, слушаете, рассказываете о себе, вы сдаете документы, резюме свое. И если вы проходите собеседование, вас приглашают в страну. Делают визу, дают жилье, ну, как гостиниц, там как бы все сразу, но... Но чаще всего это работа где-то на курортах, то есть вдали вообще от всего. Мало платят, да, то есть если в среднем эта зарплата где-то 200 тысяч иен и выше, до вычета налогов, то здесь это будет около 180, скорее всего. Но зато, блин, жилье оплачивают и сделают визу и перевезут. Потому что особенность рабочей визы в том, что раз ее получив, вы можете менять работодателя по ней сколько угодно раз. Вот, так что вам сделают визу, а вы потом можете, не знаю, проработав у них год, сказать, до свидания, я нашел себе работочку получше. И спокойно взять и уехать. Никто вас от этого остановить не сможет. Мне кажется, это вроде все, что я тоже помню про работу. А, и еще можно добавить про работу, что еще недавно, то есть если раньше в Японии брали только специалистов, то, по-моему, как раз с этого года упростилась система. И если вы... Как он, короче, какая-то у них там новая категория вышла, и строителей набирают, не знаю, по-моему, поваров и еще кого-то. Сейчас поищу, прикреплю ссылочку тоже, если кому интересно будет. И тоже как вариант. То есть если вы мастер своего дела, то теперь даже без какого-то, вот именно университетского образования с каким-то профильным колледжем, или что у нас еще есть? С колледжем. Можно тоже получить свою визу в Японии и работать здесь. Ну и последний брак. Это вообще такая отдельная тема, потому что я знаю, как и ребят, которые счастливы в браке с японцами, знаю тех, у кого все плохо получилось. Так что здесь очень индивидуально. Я ничего никому советовать не буду. Я вообще считаю, что национальность не играет особой роли в таких делах сердешных. Вот. Но здесь, конечно, не знаю, как по сравнению с той же самой Америкой, намного все проще. Ну, нужно просто будет подавать, постоянно опять обновлять вот эти документы на супружество. Но тоже, в общем-то, очень хорошо. Мне кажется, я затягивала все темы основные. Надеюсь, что вам было интересно, понравилось. А у меня готова ванна. Я пошла купаться. Отлично. У меня нет.